Здравствуйте, друзья! В эфир российского федерального канала «Россия-1» внезапно прорвалась правда. Пропагандистка Ольга Скобеева вдруг решила признать, что никакой организованной перегруппировки российских войск в Харьковской области на самом деле не было, а был просто позорный разгром, который случился потому, что украинская армия получила новейшее вооружение и стала воевать лучше российской армии. После того, как очередной эксперт в студии принялся в очередной раз рассказывать, что западное оружие неэффективно, Скобеева прервала его и заявила, что это неправда, западное оружие эффективно, и оно позволяет Украине добиваться реальных побед. Я не знаю, вы как хотите, нас народ смотрит, мы к нему должны относиться уважительно, они ждут от нас правды. Оружие у американцев нормальное, блок североатлантический сильный, навалились они на нас всем западным миром, там полно специалистов, у этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе, не надо рассуждать на тему того, что американские хаймерсы не представляют угрозы. Представляют. Скобеева, которая призывает говорить правду, это как Мэрилин Мэнсон, который призывает ходить в церковь, потому что слова Скобеева и правда противоположны по значению. И если Скобеева так говорит, то это происходит вовсе не потому, что в ней проснулась совесть, а потому что ей такую задачу поставило ее начальство. Ведь в последнее время российская пропаганда принялась продвигать вот этот нарратив о том, что Россия воюет на самом деле не с Украиной, а с НАТО, со всем коллективным западом. Ну, потому что проигрывать Украине им стыдно. Они не могут признать, что они проигрывают соседнему государству, которая считалась намного слабее. А проиграть всему блоку НАТО уже, в общем-то, не так и позорно. Поэтому Россия специально проделывает этот трюк, утверждает, что она воюет против всего блока НАТО, потому что это позволяет уже не Украину считать заведомо слабейшей стороной этого конфликта, а Россию. Разумеется, на самом деле НАТО никакого участия в войне с Россией не принимает. Если бы это было так, российская армия давно уже была бы разгромлена и бежала бы куда-нибудь в район Саратова. То оружие, которое НАТО поставляет Украине, безусловно, конечно, помогает. Но, во-первых, эти поставки начались не сразу. Сначала Украина била Россию своими силами, причем делала это под Киевом довольно успешно. А, во-вторых, того вооружения, которое поставлено в Украину натовскими странами, оно, конечно, очень помогает, но его недостаточно. То есть, натовцы не поставляют, например, современную авиацию, не поставляют современные танки, не поставляют ракеты. Но даже несмотря на это, несмотря на то, что Украина по-прежнему воюет в основном преимущественно с советским вооружением и советской техникой, тем не менее Украина успешно противостоит России. Но, понятное дело, что теперь Кремль и дальше будет продвигать эти тезисы о том, что он воюет не с Украиной, а с НАТО, потому что для него это очень удобно. Таким образом, можно оправдать любые провалы и поражения на фронте. Мол, противник слишком силен против нас, весь мир. Ну, а кроме того, можно оправдать и мобилизацию в России, если российское правительство на нее все же решится. Правда, после того, как Скобеева нахваливала американское оружие, признавала его эффективность, желающих пойти на фронт в России будет еще меньше, чем сейчас. В любом случае, мы можем наблюдать радикальную смену риторики российских пропагандистов. Если раньше они утверждали, что захватят Украину за три дня, то теперь в основном объясняют, почему это не получилось. Если раньше они рассказывали, что Украина никому не нужна, Запад не будет за Украину заступаться, там, заокеанские хозяева сдадут Украину, то теперь они вынуждены признавать, что это не так. Такая радикальная смена риторики означает, что Путин ничего не может сделать с Украиной. Россия реально обломала зубы. Она не способна реализовать те задачи, которые она перед собой ставила. И теперь Кремль ищет оправдание своим провалам. Поделитесь этим видео, друзья, и обязательно подпишитесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что сейчас происходит в Украине.